На трибунах спортивного комплекса «Красная звезда» не футбольные фанаты. Группы поддержки из разных регионов приехали поболеть за своих на первенстве России по карате. Соревнования столь высокого ранга Омск принимал на своей земле впервые. Более 40 регионов страны. Почти 600 спортсменов поучаствовали в престижных состязаниях. Организацию турнира взяли на себя Омский союз карате, Дирекция по проведению мероприятий в сфере физической культуры и спорта и Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Федерация России карате доверила нам право проводить в Омске. Мы сделали все, чтобы эти соревнования прошли на высоком организационном уровне. Министерство по делам молодежи, физической культуры Мы забронировали гостиницу, мы предоставили автобусы, увозим ребят. С точки зрения организации соревнований, просто организация выше всяческих похвал. Отлично все организовано на уровне реально мировых стандартов. Огромное спасибо Омской Федерации Карапу. Мастерство владения техникой кумите и ката в течение трех дней показывали юноши и девушки 14-15 лет, а также юниоры и юниорки 16-20 лет. У соревнований этих возрастных категорий свои особенности. Судья Олег Кошелев рассказал о специальной боевой защите. Правила, по которым проходит соревнование, они дают возможность, особенно детям, не получать травмы, потому что запрещен прямой контакт в голову, только разрешено легкое касание ногой или обозначение рукой, даже без касания кожи лица. Поэтому есть возможность тренироваться, но при этом еще на соревнованиях не получать сильных травм. Особенно в области головы. По итогам соревнований первые места в групповых упражнениях по ката среди девушек 14-17 лет заняли две команды Омской области. Две медали по кумите среди юношей 14-15 лет в разных весовых категориях завоевали тоже наши спортсмены. Серебро у Александра Нечапаренко и бронзовая награда у Ивана Шестакова. Победителями в остальных категориях стали спортсмены Московской, Челябинской области и других регионов. Сейчас был поединок за выход в финал, я выиграл 1-0. Я хочу поехать на мир и стремлюсь к этому. Я пропустила бал в начале, уже настрой, настрой. Но я собралась, забрала бал. Но в итоге надо было сделать концовку, чтобы стать победителем. Я выложилась, не зря готовилась. У меня был полуфинал, чемпионат России провел, как я считаю, очень-очень хорошо. Сделал все, что хотел. Устал маленько, но это ничего страшного. По результатам этих соревнований около 40 сильнейших спортсменов попадут в сборную команду России по карате. Первенство мира среди кадетов и юниоров состоится в ноябре этого года в Испании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!